Всем привет! Это подкаст «Вдохновение». Я решил первый раз записать подводку к подкасту. Сегодня у меня в гостях будет Вика Кисемяк, очень классная блогер. Она сказала, что нормально её так называть. Или блогерка, или блогерша. Не знаю, как лучше. В общем, она рассказывает про комиксы, про фильмы у себя на канале. Она очень довольно популярная, и я с ней давно познакомился. Мы поговорили в целом о её творчестве, о её баре в Питере, тоже уже ставшем известным и культовым местом. А также о всяких таких штуках, типа отношения к расовым меньшинствам в кино и в жизни, в Америке и в России. В конце подкаста довольно интересную тему мы затронули, мне кажется. Так что, надеюсь, вам понравится. Слушайте. И можете смотреть, но лучше просто слушать. В общем, всем спасибо. Наступает время вдохновения. Всем привет! Мы сегодня... У меня сегодня в гостях Вика Кисемяка. Привет! Здрасте! Привет! Да, суперкрутая блогерка или как? Блогер, блогер. Я не претендую. Кому как удобно. Ну, неважно. В общем, суть понятна. Да, спасибо, что приехала. Ну, ты как бы не ко мне, а на фест, Geeks & Music. Ну, мы договаривались с тобой, так что я планировала. Ну, в смысле? Я очень рада, что ты меня позвал. Заодно. В общем, я тебя узнал супердавно. Году в 2015-м, наверное. Когда... Это только ты начинала или нет? Я тогда только начинала. Я уже немножко как бы умудрилась что-то поделать с 2014 года. А потом, ну, это был... Там уже движ начинался, да. Ну, да, я, короче... Я помню, я был в Рыбинске у родителей и что-то рисовал очередной календарь, и мне было скучно. Я слушал то радио, то ещё что-то и стал смотреть YouTube тогда. И что-то мне стало интересно про всякие... Как появлялись всякие герои комиксные. Да. Вот так вот нашёл твои видосы и стал так просто слушать как фоном. Мне так понравился... Мне понравился голос твой очень. Ты же тогда себя ещё не показывала? Да, я тогда... Ну, я, правда, довольно быстрая. То есть у меня всего там что-то где-то полгода мне удалось выдержать вот эту вот концепцию. Я просто всегда была уверена, что то, что я говорю, должно идти вперёд меня. Всё-таки неважно, как я выгляжу, тем более, что, ну, когда как. И я почему-то думала, что вот не надо показывать себя. Вот, ничего не надо. И делала как бы контент. Правда, тогда ещё и визуал был не очень на высоком уровне. Но я вообще думала, что это правильно. Ну вот, возможно, это до сих пор правильно было. Ну, там первое видео вообще было в Movie Maker'е сделано. Да-да-да, я помню, просто сменялись сначала картинки героев всяких. Ну, вот ты рассказываешь про Басамапу, например. Вот-вот, это так и было. На самом деле, клёвые картинки были подобраны. Я даже смотрел такой, о, вот это крутая, вот это крутая картинка. Ну, в смысле, сами из комиксов. Ну, мне это как бы нравилось, хотя это более трудоёмко, чем сняться в кадре. То есть при съёмках в кадре, понятно, своя история, особенно для девочки. Ты вы, парни, можете, значит, там, сеть встал и пошёл. Как бы это девочка так не прощается. Поэтому это всё равно подготовка, но, по сути, это проще. Особенно если ты умеешь болтать и ты знаешь как бы по теме. У тебя там нет такой какой-то... Ты вцепился в сценарий и не можешь как бы больше ничего сделать без него. То это как бы проще, конечно, в кадре сниматься. Но я считала, что это неправильно. А когда ты начала в кадре сниматься? В кадре я начала сниматься, по-моему, либо в середине того лета, либо к концу вот лета что-то. 15-16 год. По-моему, это был 15-й год. Сейчас, может быть, кто-то поправит. Если кто-то настолько давно следит, в чём я сильно сомневаюсь. И это было вообще, по сути, сделано немножко вынужденно. Потому что я, когда резко начала набирать популярность, вместе с поддержкой приходит хейт. И люди начали там копать какие-то странные истории, брать не мои фотки, пытаться сделать мне какую-то биографию, которая не существовала. В смысле, ещё пока ты себя не показывала? Да, ещё пока я не показывала. И я такая, типа, так, нет, минутку. Это же останется на всю жизнь. Я потом никогда в жизни не опровергнула, что это не так. И я в итоге, я была в Москве. Тогда я приехала тоже на какой-то то ли фестиваль, то ли что-то. И я выложила первую фотку, типа, здравствуйте, это я. Ну и потом уже смысла никого не было. То есть уже начала пробоваться в кадре. И чем больше я это делала, тем увереннее я становилась. Понятно, что там я в кадре сейчас, и я в кадре. И тогда это большая разница именно в плане, там, подачи уверенности, там, концепта и так далее. Но это был практически вынужденный ход, потому что я понимала, что это начинает немножечко, как бы, грани разумного как-то переходить. Я вообще к этому не имею никакого отношения. Сейчас начинается какая-то чуть ли не персональная атака на меня. Я такая, блин, ну мне проще так показаться со мной, показаться, что я настоящая, и как я выгляжу. И вот я и в итоге это сделала. Это было, конечно, страшно, но я в итоге это сделала. Прикольно. Ну сейчас у тебя, ты разрослась, у тебя уже типа студия такая, да, дома сделана? Да, я когда переезжала на квартиру, я накопила на квартиру, я купила её, и я поняла, что вот эта отдельная комната, она будет именно под студию. Потому что без студии, конечно, тяжеловато. Столько лет уже что-то делаешь, хочется делать хорошо. И да, мы всё ещё можем сесть где угодно там и снять всё, что угодно, но поскольку это должно быть как-то презентабельно, плюс Ютуб такой требовательный стал, все хотят, чтобы это стало как новый телевизор и так далее. Вот я хочу уже, чтобы всё было круто, поэтому я оформила себе студию. Нормальные люди делают себе там, я не знаю, детскую или там какую-то вторую комнату, я сделаю себе студию, родители такие, ну ладно. Не, на самом деле правильно, я тоже думаю про что-нибудь делать, типа, ну не студию, но если делаешь контент, то по-любому тебе надо что-то, такую штуку какую-то. Ну это как плюшка, которую ты хочешь получить, это следующий шаг. Это как рабочее место просто у тебя. Да, то есть если мы оформляем наше рабочее место нам как бы удобно, то значит студия тоже должна быть, если ты ей пользуешься. Да. В общем, а потом я тебя увидел первый раз на фестиваль московской конвенции комиксов или что-то такое, тоже году в 2016 там уже или так. А, слушай, нет, я раньше тебя... Это был Комик-кон, мне кажется. Нет, нет, вот это была Московская в Сокольниках, по-моему. Да, в Сокольниках она была. С оптимистом тогда и со всеми вами я первый раз познакомился, сфоткался. Сокол был, оптимистыры ты. Я помню, мы тогда проходили мимо стенда и залипли на стенд, потому что он был украшен потрясающими пинап перерисовками того, чего мы так любим. И ты тогда нам что-то даже задарил, да, и вот мы тогда с тобой впервые даже пообщались нормально и потом уже... Да, слушай, не в 2015, а в 2014, наверное, я тебя... Я тебя, короче, сразу, наверное, увидел, как ты начала, потому что... Вот, мне кажется, да, это больше похоже. Да, потому что потом в 2015 я уже уехал в Америку и потом приехал в 2016 и познакомился уже с тобой. Вот, всё, точно. Восстановлен, восстановлен таймлайн. В общем, да, и мы познакомились, и потом я в Питере был у тебя в баре, сходку устраивал. Да, это было супер круто, ты был первым таким... Прямо... Ну, ребята, понятно, там все пришли, да, там, значит, когда всё открылось, но ты прям был таким... Только звезда приехала такая, устроила сходку, пришло много народу по тем временам, и такие, типа, воу-воу-воу, вообще нормас. Я сам не ожидал вообще. Вы очень хорошо посидели, нам было безумно приятно. Больше, чем в Москве тогда пришло, по-моему, потому что я сначала сделал в Рыбинске, потом в Москве, потом в Питере, и каждый раз всё больше и больше, и в Питере вообще весь, считай, не канон. Ну, тебя любят во многих городах, это здорово. Ну, и Питер, он такой, он тусовочный, и, в общем-то, в какой-то момент, правда, я считаю, произошло некое присыщение, да, вот какими-то такими гик или около гик историями, да, это было ещё до карантина. Сейчас карантин вообще всё прекратил, и только потихонечку всё на круги своя возвращается. Но тогда это как бы было круто, и все хорошо очень реагировали. Все до сих пор хорошо реагируют, так что. Ну да. У тебя тоже сходка вчера, да, была в Москве? Да. Но ты не очень часто устраиваешь, или как? С тобой можно встретиться в неканоне в любое время? Да, ну и практически можно встретиться в моём баре, да. Я, правда, там сейчас сижу чуть меньше, чем я сидела, когда мы открывались, ну, потому что, когда мы открывались, я там прям тарелки мыла, потому что ты в какой-то момент понимаешь, что там это вот твой бизнес, твое детище, и для тебя нет каких-то задач, которые ты там говоришь, ой, нет, я тебе какие-то делать не буду. Ты, естественно, пытаешься сразу поставить на позиции каких-то людей, которые компетентны больше тебя, но если очень надо, ты, блин, идёшь и разносишь эти тарелки, потому что у нас когда был первый Новый год, с 18-го на 19-й год мы прямо открылись, и сразу в Новый год попали. Мы вот сумасшедшие, не открывайте бар в декабре месяце никогда, потому что, ну, как бы вы слишком мало опыта ещё, да, как-то всё работает. Мы попали в Новый год, и народ на полном серьёзе думал, что они там просто упились в хлам, и им показалось, что вот у них вот это вот там какие-то их заказы периодически приносит Вика Кисемякова, а это была я, потому что не хватало официантов, никого не было, и мы вот Новый год отработали, просто вот именно отработали, это было достаточно. Слушай, ну давай тогда про это поговорим, про бар, потому что бар, во-первых, очень крутой, во-вторых, вы сейчас уже переехали и расширились немножко. Да. Скоро уже, мне кажется, франшиза выйдет. Но вообще, как тебе такая мысль пришла, и как ты это всё открыла, потому что ты, мне кажется, одна из, первая из блогеров начала такую внеблогерскую, знаешь, ну, вот из, по крайней мере, из гиков, из гиковских. Ну, как бы блогеры, конечно, делают какой-то бизнес, это довольно стандартная история, плюс я думаю, что это нормально, потому что, ну, YouTube, он нестабильный. Ну, вот оптимистер сейчас, типа, это, как я, издательство открывает, ну, открыл своё, вот, ну, а в целом вообще не очень, вот из вашей среды мало кто что-то делает помимо. Ну, видишь, чтобы что-то делать, нужно вкладываться, да, то есть я же к этому тоже не за один день пришла, то есть я сделала, потом я поняла, что это моя, как бы, основная деятельность, она мне нравится, я ей хочу заниматься, она там в 15-м, 16-м, 17-м году, я была, у меня был полный загруз, я, как бы, там, отрабатывал там рекламные контракты и так далее, это позволило мне там, значит, сначала накопить на квартиру, потом, после того, как эта вся история, значит, вроде как галочка поставлена, да, типа, а что дальше, да, вот пришла вот эта идея бара, на то, чтобы накопить стартовый капитал на бар, тоже потребовалось какое-то время, да, то есть ты вот так к этому идёшь. У нас не все умеют копить, вот, а я, например, я дракон, я вот отлично сплю на золоте, я прям, наоборот, хорошо себя чувствую, когда у меня есть какая-то вот кубышка, вот, родители, наверное, это сильно расслабляет, потому что я не транжира такая, да, из серии, что, типа, сейчас всё потрачу за один день, а потом буду думать, сидеть, куковать, вот, поэтому я в этом плане человек ответственный, я в этом даже нахожу какой-то азарт из серии, там, накопить побольше, поэтому, возможно, мне было чуть проще, да, как бы, вот каких-то таких целей достигать. Это круто, я не умею копить, а вообще. Ну, мне кажется, что это полезный навык, так или иначе, его можно попробовать себе развивать, всякие техники из серии, там, отложите сколько-то там процентов, вот, хоть убейте, сразу отложите, как будто у вас там нет больше, ну, вот, и тратите остальное, как хотите, ну, и заканчивая какими-то более серьёзными механизмами, ну, вот, поэтому у меня это вышло, и, типа, а что сделать, да, то есть я всегда старалась на Ютубе делать по возможности, вот, для российского сегмента то, чего ещё не было, да, вот, я стала первой девочкой, которая решила рассказать про супергероику, про комиксы, потому что парни только рассказывали, я вот, значит, какой-то там вот эти все форматы и так далее, чего ещё нет, да, вот я села такая, так, чего ещё нет, но я хочу, вот, я бы хотела прийти в такое место, и вот мы сделали не канон, как бар формата, которого, ну, в Питере точно нет, в Москве, мне кажется, тоже нет вот в таком виде, в котором мы это сделали. Сейчас стали, мне кажется, появляться, там, какие-то есть Папа Вейдер, вот. Папа Вейдер очень долго существует, но они сильно от нас отличаются, это как бы не хорошо, не плохо, наоборот, то есть мы не пытались как раз повторить, у нас какая-то такая немножко самобытность, мы очень ламповые, я хотела, вот, чтобы были там, например, столики на одного, в случае чего, потому что, опять же, я сужу по себе, то есть наши люди, да, наши люди, они вообще-то с трудом выходят из дома периодически, то есть дома как-то вот хорошо, тихо, спокойно, а куда я пойду, а мне надо их, ну, вытянуть, потому что мне бы хотелось, чтобы, во-первых, эти люди общались друг с другом в случае чего, во-вторых, чтобы были какие-то тематичные штуки, и для этого у нас, как бы лозунг, что не обязательно ждать какой-то компании, ты можешь прийти, там наши официанты там всегда тебе с тобой побеседуют, если очень надо, да, там как-то поддержат твой разговор, ответят на твои вопросы, то есть чтобы люди не чувствовали, что это какая-то вот социальное давление, вот сейчас мы пойдем в бар, нам обязательно 20 человек, мы все тут расфуфыримся и будем там тусить, так много кто делает, у нас не обязательно так делать, у нас все равно будет как бы вкусно, хорошо, безопасно и так далее. Круто. И да, и вот я сделала, как это я себе представляю идеально, вот как я хочу, чтобы вот, если бы я пришла, да, в бар, как бы он выглядел, вот, я это сделала, то есть это, конечно, до сих пор занимает время и силы, и каждый день это новый день, но круто, что эта тема сработала, да, то есть два с половиной года, грубо говоря, и ни разу за эти два с половиной года, даже в карантин, я в принципе не пожалела, что я в это вписалась, потому что... Кстати, ведь столько закрылось баров вообще, вы нормально перевезли? У нас, у нас был полный вообще дурдом, потому что мы... Работали на вынос или как? Я очень хорошо, что помню этот день, 28 марта, сказали, что всех, значит, что будет все закрыто, ну вот, и я иду такая, иду из спортзала, вот он недалеко от моего дома, я читаю эти новости, и мне пишут ребята, что типа, все, до этого было, что какие-то вот ограничения, вот как бы количество людей спадало, меньше все стали больше сидеть дома, ну вот, а тут типа все, вообще нельзя, ничего, и типа только на доставку, а доставки у нас нет, мы такие интерьерные, у нас интерактив, у нас прямо вот... У вас как бы, да, смысл именно в посещении. Да, и поэтому мы никогда даже не думали про доставку, и я такая типа, блин, а что мы делать-то будем? И была такая шальная мысль, что типа, ну, может закрыться, как бы, а потом разберемся, да, вот сейчас закончится карантин, ну, как бы посмотрим. Вот, и в итоге над каким-то таким общим голосованием было принято, ну, как бы решение, что мы попробуем все-таки продолжить работу, вот, это такая немножечко социальная ответственность, потому что Барни Канон же это работодатель, то есть у нас довольно большой став, у нас много людей работает, эти люди должны получать зарплату, у них есть обязательные платежи, мы за них в этом плане несем ответственность, просто сказать, типа, ребята, идите нафиг отсюда, ну, тоже, как бы мне совесть не позволила. И мы за ночь буквально сделали доставку на коленке, причем мы ее сделали очень-очень криво, мы взяли, нам повезло у одного нашего друга, была машина, которому была не нужна, и он нам отдал машину, и человек, у нас единственный человек с правами, это бармен, у нас бармен стал развозить, и все официанты стали курьерами, которые ездили с этим барменом, и уже потом, когда количество заказов возросло, ну, все поняли, что мы не открываемся, начали заказывать, ну, вот, мы уже стали через Яндекс доставку, Яндекс такси делать, чтобы уже охватить большее количество возможных адресов, это, конечно, было суперстремно, и мы карантин, конечно, пережили с убытками, то есть, мы еще 1300 из заначки потратили, то есть, все, что у нас было скоплено, мы, конечно, потратили за эти 5 месяцев. Ну, вот, хорошо, что тебе пригодилось твое умение копить. Ну, типа того, да, хотя, конечно, ты не хочешь так делать, потому что лучше бы бизнес был безубыточным. Но все, кто не умеет копить, все закрылись в этом нет, получается. Ну, вот, да, то есть, в этом плане нам повезло, но и очень сильно нас поддержали наши гости, наши постоянники, и не только, потому что мы, короче, ныли, вот у нас был прямо, то есть, ну, ныть помогает, в разумных пределах обоснованно, но ныть помогает. То есть, мы пришли, мы честно написали во всех наших соцсетях, что типа, ребят, если вы сейчас не будете заказывать у вас доставку, то мы все, мы сдохнем, так, ну, у нас нет третьего варианта, поэтому как бы все зависит от вас, мы готовы, мы вам все сделаем, мы вложились там в упаковку, вот это все, переформатировали свою работу кухни, но, типа, не будет заказов, мы все, ни канона не будет. И ребята очень сильно нас поддержали, то есть, у нас были люди, которые заказывали там по три раза в неделю, уж не знаю, хотелось ли им есть, или это действительно был какой-то такой акт попытки нас поддержать. У вас вкусно, что мы не заказывали? Ну, очень много, да, у нас вкусно, но просто, ну, сколько ты там раз заказываешь, да, то есть, это было во многом еще какой-то акт солидарности, многие люди активизировались и вот как-то сплотились вокруг тех ресторанов, которые им дороги, я сама как бы заказывала там и самовымос, и доставку оттуда, откуда я не хотела бы, чтобы они закрылись, когда был полный карантин, но это, конечно, такой уникальный опыт, хорошо, что он был, хорошо, что есть эти люди прекрасные, до сих пор мы очень сильно им там благодарны, мы продавали сертификаты, которые можно было вот отоварить в течение следующего года, ну, то есть, мы пытались как-то вот, значит, мы около 100 тысяч собрали просто на сертификатах. Круто, то есть, вы подошли прямо с выдумкой, мы очень хотели, да, то есть, нам очень не хотелось закрываться, я вообще тот человек, который не любит складывать лапки и вот просто совсем как бы сдаваться, да, ну и плюс, когда ты понимаешь, что ты несешь ответственность перед гостями, которые хотели бы, наверное, вернуться когда-нибудь, перед, соответственно, людьми, которые работают, всех работников мы собрали, задали им вопрос, типа, ребят, у кого какие обязательные платежи, то есть, это ипотеки, это какие-то, может, медицинские расходы, да, то есть, вот это все, и мы, когда нам каждый выдал вот эту сумму, мы ее скомпоновали и сказали, ну, хорошо, твоя зарплата вот такая, а есть и спать ты можешь в баре, если тебе очень надо, ну, потому что у нас там диванчики, и все, у нас реально народ периодически ночевал там, как бы, если очень хочется, ну, то есть, мы попытались это сделать так, чтобы все это пережили, да. То есть, у вас работники такие очень тоже вам преданные получают? Ну, у нас команда, у нас никто особо не уходит, сейчас немножечко будет, как бы, ротация в позициях, но, по сути, то есть, вот, на тот момент они там все два года уже работали, и, в общем-то, да, мы хотели их удержать, и они сами не хотели уходить, потому что многие потеряли работу в общепите, само собой. А переехать вы решили тоже после карантина, или просто вы планировали, типа, больше сделать? У нас вообще сложилась суперстранная ситуация, потому что, с одной стороны, мы действительно столкнулись с такой историей, что мы перестали мочь принять всех, кто хотел бы к нам прийти. Ну, то есть, у нас там полная посадка, а народ продолжает приходить, и мы такие, чёрт, ну, то есть, нам бы хотелось, естественно, накормить этих людей тоже, напоить, чтобы было прекрасно, а мы не можем физически, потому что вот помещение, оно всё, оно забито. И это был первый звоночек, когда мы такие, так, ну, наверное, нам надо помещение побольше, раз у нас, как бы, спрос превышает предложение, да, то есть, мы можем больше, для этого нужно больше помещения. Соответственно, мы начали думать в этом направлении, но неспешно. А потом, вообще случилось странное, вот, то место, где мы были, Лиговский проспект, дом 50, это такой околотусовочный кластер, вот, такой кирпичный в старых домах, там поизон-бар, там караоке, там всякие инотеки и так далее, вот, и там вообще неплохо. Но прошёл слух, что эти здания полностью, весь комплекс будут сносить, потому что там хотят якобы, ну, по крайней мере, новости об этом не заканчиваются, построить новый терминал, с которого до Москвы можно будет доехать за два с половиной часа вместо четырёх. Ого. Это прям суперкруто, то есть, опять же, я, наверное, даже как человек, который хотел ездить в Москву за два с половиной часа, не могу, ну, возмущаться этому. Но, если это будет, то это будет за счёт вот этих зданий. И мы просто прикинули, что сначала это был просто слух, потом пошли какие-то новости об этом, потом выступил какой-то главный инженер города Санкт-Петербурга, который сказал, что, ребят, при всём уважении, но в другом месте построить, ну, никак нельзя, как бы мы сильно не хотели. Поэтому, скорее всего, очень большой риск, что все эти здания рано или поздно пойдут под снос. Понятно, вы решили раньше. Да, и мы решили свалить раньше, потому что мы же в России, и в лучшем случае к нам могли прийти вообще за две недели и сказать, ребята, знаете, всё, у вас две недели. За две недели найти помещение очень тяжело. Ну, понятно. Даже с учётом, что после карантина много освободилось, нам же никакое попало в нужное помещение. И ещё переехать, да. А второй момент, что мы же в России, и это значит, что в худшем случае мы могли туда прийти, а там уже за ночь всё снесли. Как это было в своё время с ларьками у метро в Москве. Да, точно. А у нас на полтора миллиона оборудования внутри. И нам потом идти и откапывать его, или идти судиться никогда в жизни. Я такой риск как бы на себя не приму. Да никто ничего не... Поэтому как бы звёзды сошлись таким образом, что мы с одной стороны уже нуждались в том, чтобы подумать о переезде, с другой стороны нам вот так вот... Круто. Да, поэтому мы очень долго искали, мы не торопились. То есть не было такого, что действительно нам прямо срочно-срочно. Мы пересмотрели ряд помещений, они там одни были совсем нам неподходящие, в других всё было хорошо, но хозяева были странные и просили не убирать блёстки с потолка и требовали оставить свой шест. Ну как бы это было супер странно. Ну шест бы, может, конечно, и пригодилось. Блин, ну если я захочу, я люблю вот разделять. То есть у меня вот есть видение, опять же, вот Неканон, вот первый, да, и вот Неканон на земле, да, он всё-таки без шеста изначально задумывался. И я думаю, что если бы мы приехали и изменили концепцию, народ был бы не полностью счастлив. Ну конечно. Мы как бы оставили концепцию. Не, вы бы прям клёво перенесли. Да, мы верны как бы себе, мы проапгрейдили какие-то вещи, у нас стало лучше. Денис Оптимистор признался, что раньше ему у нас не нравилось, теперь ему у нас нравится, он действительно стал почаще к нам заходить, то есть мы реально проапгрейдились. Я последний раз как раз был с ним, он такой, пошли в Неканон. Вот он раньше так не делал. Я такой, пошли, да, он раньше такой, в Крэнк Пиццу всё хотел идти. Да, теперь вот может в Неканон, мы молодцы. А теперь да, ну я вот так удивился, когда узнал, что вы переехали. Там встретил ещё Андрея Атласа. Он очень классный, он меня забирал вот в пятницу вечером с поезда, он такой, типа, куда ты поедешь спать, подумаешь, у тебя завтра фестиваль, давай тусить, мы там в Чихану поехали тусить. А он тоже, оказывается, мой подписчик и меня знает, а я его не сразу узнал, я такой, он подходит, такой, что-то начинает говорить, я такой, что-то лицо такое знакомое. Где-то я вас видела. Да, ну, а я всё равно смотрю там вот эти на Ютубе тоже. Нет, Андрей классный, жена у него классная, они молодцы. У нас просто смешно получилось, потому что я его большой фанат, а он мой большой фанат, и мы как-то внезапно выяснили это и такие, ааа, круто-круто. Да, да, очень клёво. Ну, поэтому да, это здорово. Слушай, у меня такой вопрос, как тебе хватает вообще энергии на это всё? Потому что мне очень нравится, как у тебя видосы, они очень регулярные, очень такие, знаешь, типа, что бы ни случилось, видосик всегда выйдет примерно. Ну, плюс-минус, но как бы, да, да, да. И там ты делаешь ещё и там иногда подкаст на Патреоне, там вот этот, ну... Вечерний урожен. Вечерний, да, урожен. И, ну, вообще куча всего, всякие разборы, эти, как это, расследования. Это только на Ютубе, казалось бы, хватило бы человеку нормальному этого, вот, плюс у тебя бар, плюс у тебя ещё книги, и ещё, когда мне оптимист рассказал первый раз, что ты ещё работаешь, иногда... Реодически, да. Да. Не, ну, сейчас это уже всё... А, сейчас всё? Да, надо как-то... Но тогда у меня это взорвало просто мозг, я просто не мог поверить, я думал, ты робот, или... Ну, а я робот. А я робот. Как тебе хватает силы, энергии, на всё? Ну, слушай, ну, не всегда, конечно, хватает, ну, опять же, как я сказала, я дракон, я люблю деньги, и поэтому а за деньги надо работать, то есть, в любом случае, очень редко, когда бывает так, что ты ничего не делаешь, например, блок просто сверху падает, да? Ну, вот, у меня очень много, как бы, амбиций, у меня много планов, я вот, соответственно, хочу как-то, чтобы постоянно была какая-то движуха, плюс на Ютубе, если ты что-то не делаешь, то он достаточно быстро тебя забывает. Ну, я просто тоже деятельный, но столько всего, мне кажется... Там не так много, как кажется, мне кажется. Ну, ладно, ты прибедняешься. Ну, например, написание книг страдает. Ещё и в спортзал ты кое-что сказала. Ну, иначе я не смогу сниматься в кэр, так уже, видишь? Вот, там не так много, и на самом-то деле приоритеты всё равно выставляются, да, то есть, естественно, как Ютуб, как моя основная деятельность, я, несмотря на то, что сейчас всё очень плохо и с просмотрами, и со статистикой, и вообще непонятно, как система работает. Мне кажется, у всех сейчас просила, когда-то все жалуются. Да, но я хочу снова стать популярной. Да ладно, всё популярно, я тебя знаю, тебя любят и смотрят. Я, как бы, смотрю так же, как и раньше всегда. Вот, и там у меня просто, мне удобно быть регулярной, да, на Ютубе, потому что, во-первых, я сама, я делаю новости, и вот, гик индустрии, я сама за ними слежу, и я в любом случае, вот, у меня очень органично получается, то есть, я там сижу, и я всё равно читаю эти новости, и я просто их для себя зафиксировала, а потом они вошли в сценарий, то есть, это как бы одно другому вот не мешает совершенно. Но приоритеты всё равно вырастовляются, то есть, не знаю, ну, книги страдают, потому что... Ну, что ты, я написала? Третью, вот я сейчас, у меня там... А у тебя трилогия планировалась? У меня трилогия, вот она третья сейчас... Маленькая ремарка, кто не знает, я, правда, не читал, потому что я, в принципе, вот комикс я нормально... Блин, давай я тебе пришлю хотя бы, ты хоть почитай, дуй, тебе понравится. Да, ну, я говорю, видишь, книжки трудно, много тебе, много букв. Ну, не, на самом деле, я люблю книжки, у меня коллекция просто... Я такой, я вчера расставил по полкам, что я прочитал, что я в процессе, и что я не начал, и понял, что прочитал я все только комиксы. Такой, ну, походу, это мой формат всё-таки. Ну, комикс ты тоже делала. Комикс я тоже делала, да. Комикс, Вик написал две книги, и это трилогия, да? Ну, вот, да, я думаю, что это будет трилогия пока у меня. Про адвоката в аду. Да, как бы чувак умирает абсолютно неважно, по какой причине, просто факт всё начинается с того, что он умирает, и попадает в ад. Он очень удивлён, типа, а что это я попал в ад? А оказывается, что поскольку при жизни он был адвокатом, все адвокаты попадают в ад. Я вычитала эту прекрасную цитату где-то в интернете, и у меня сложилась вот такая вот концепция, что ведь действительно же может быть очень крутой сюжет. А он не согласен, ну, потому что как бы... Потому что он адвокат. Да, ну, потому что, да, он, конечно, был не очень, наверное, идеальным человеком при жизни, но всё-таки это не совсем честно. Но всем на это плевать, потому что есть какая-то такая предубеждение, что вот адвокаты, они такие продажные, они там, значит, за деньги будут отмазывать преступников, они такие вот жадные, все такие эгоисты, пафосные, поэтому они попадают в ад автоматом просто. Но вот там его снимается в сковородке герцог демона Старота, говорит, работай на меня, потому что в аду тоже есть адвокаты, как бы, души или люди, да, персонажи, которые защищают по первой книжке, защищают силы зла от сил добра, потому что Бог, он всемогущ, он может вот так вот просто взять и всех испепелить. А чтобы этого не случилось, надо, соответственно, чтобы работали адвокаты. И на этом строится вот эта вся вселенная, а дальше у меня начинается детективная история по поводу того, как они там проштрафились и пытаются избежать вот этого глобального наказания в виде уничтожения всего ада. И это была первая книжка, я как бы не знала, чем всё закончится. А он на землю, подожди, он на землю не возвращается? Он возвращается, потому что ему разрешают, но формально он как бы мёртв. Ну да, ну короче, спаун в российских реалиях. Ну, практически, хотя, конечно, нет, это больше... Ну, то есть я выросла на Белянине, поэтому это «Казак в аду», наверное, скорее, и то нет, потому что я старалась всё-таки не повторяться, просто жанр юмористического фэнтези, он вот такой как бы и в России. И я безумно его люблю, я, несмотря на то, что хочу писать хоррор на следующий шаг своего литературного какого-то квеста, но у меня лучше всего получается писать юмористическое фэнтези. Оно такое стёбное, такое немножко чернушное, оно веселое. Я думала, кстати, об экранизации. Да как кто, где? Давайте кто-нибудь купит, я разрешу. Хотя в России это всегда страшно. У Баблов есть без собой, они сначала пусть сами своё как бы экранизируют, потом уже посмотрим. Я хочу в камео в «Майора Грома 2». Мне ещё в первую обещали, но, конечно, потом всё пошло не так. Да, да, кстати, было бы клёво. И поскольку первая книга, она зашла очень даже неплохо, хотя я понимаю, что вторая вышла даже лучше, но опять же прошло некоторое время между ними, я выросла, я в любом случае всегда расту как автор, так или иначе это неизбежно, мне кажется. Но вот вторая получилась даже лучше, вот мы сделали «Рога добра», это прямое продолжение о том, как там вот всё заканчивается и продолжается уже немножко в новом формате. И ей немного не повезло этой книге, потому что она, по сути, поступила в продажу за три дня до полного карантина. Но никто не мог этого предугадать, естественно. Может быть, и надо было попросить как-то перенести, но никто не знал, насколько это продлится. Поэтому она как бы пострадала немножко из-за этого, не было там столько презентаций, сколько обычно, потому что с адвокатом я ездила и в Петрозаводск, в буквоеде, у меня был в буквоеде встреча с читателями в Питере, я в «Читай город» в Москву приезжала, вот сейчас в Москву вообще никого не принимает. То есть я бы хотела встретиться с читателями в Москве, как мы это обычно делаем. Но типа... Ещё до сих пор у них эти ограничения? Да, как-то они... Ну, плюс книга уже не сильно новая, поэтому уже прошло там какое-то время, поэтому они типа пытаются какие-то более, наверное, новые вещи продвигать. Вот, я расстраиваюсь, но с другой стороны мы уже больше половины первого тиража продали, а адвокат уже второй тираж почти закончился, поэтому там вообще неплохо всё на самом деле идёт. Ну да, клёво. Ну короче, да, ты супер деятельная, и столько всего просто поражает. Ну вот это страдает, то есть это сейчас в конце списка, потому что если ты там устал или что-то, то ты, конечно, творчество уже именно вот такое, что ты должен сесть и немножко чужую историю рассказать, это, конечно, может быть тяжеловато. Хотя, опять же, вот я поехала сейчас на Сапсане, да, я обычно в путешествиях очень хорошо пишу, и добиваю все свои книги где-нибудь в отпуске, когда ты уехал из страны, вот засел, и у тебя, в принципе, ничего, тебя там кормят, поят, и ты просто сидишь и вот так вот дописываешь, потому что у меня так бывает, я там за две недели могла там треть книжки написать, просто вот не отвлекаясь. Какие у тебя есть планы, какие-нибудь инсайты насчет того, что еще будешь, планируешь сделать? Или пока все так же развиваться? Ну, в смысле, может быть третью книжку, там, и так же все... Ну, третью книжку я в любом случае рано или поздно допишу, потому что у меня есть правило, что если я знаю, чем книга закончится, ну, и произведение, да, там будет рассказ или что-то, потому что рассказ у меня тоже есть, вот, и я тогда ее точно допишу, потому что я очень часто, вот когда только начинала, и опыта не было, я такая, ааа, какая идея, какая идея, я не знала, чем закончится, и ни разу не дописала, а вот когда я точно знаю, что вот у меня последняя фраза или последнее событие, это вот такая вещь, я такая, я к нему доведу, вот, значит, все хорошо будет, но поэтому третью я рано или поздно все равно допишу, идет она медленно, но вот она все-таки идет, так или иначе, у меня есть бета-ридеры, которые меня там, пинают из серии, давай, давай, ну, вот, поэтому, да, с этим никуда не денемся, посмотрим просто издадут ли ее, потому что написать книжку не так сложно, как ее издать, а издать ее не так сложно, как ее продать, поэтому тут как бы вообще все очень непросто, но вот, бар работает, может быть, мы сейчас думаем о том, чтобы еще что-нибудь открыть, не второй, не канон в плане того, что я не люблю повторять, а, чуть-чуть другой формат, да, то есть, наверное, даже не чуть-чуть другой, он будет сильно другой, но он тоже будет как бы для нашей аудитории, потому что я люблю нашу аудиторию, гики заслуживают тусить, и вообще, вот, поэтому сейчас еще об этом думаем, но здесь много томкостей, не канон с Blackjack'ом, шестами и кальянами, ну, вот, ну, но это тоже, эта идея тоже была, потому что на это тоже есть запрос, а если на это есть запрос, и это не делают, опять же, вот так, как я бы хотела, чтобы это делать, значит, это повод подумать, да, как это ты сам сможешь реализовать, потому что как-то хочешь делать хорошо, делай это сам, вот я примерно так и так и так, очень популярен в Америке гик-бурлеск, когда, типа, бурлеск, ну, вот, классический, но на тему, там, Звездных войн, Игры престолов, там, Гарри Поттер, то есть они просто, как, типа, косплееры наряжаются, только суперсексуальные, и какой-то разыгрывают этот, ну, про Звездный войн больше всего там, есть даже шоу отдельно, они сделали целое шоу Тарантино, называют, прикольно, это здорово, где все героини из фильмов Тарантино получили, ну, вот, как бы, есть, естественно, такой частый запрос, эта мысль, она все равно приходит, у меня друзья, вот, у меня друг женился, и они решили, вот, по классике, пойти в стриптиз-бар в Питере, на мальчишник? На мальчишник, или на свадьбу? на мальчишник, на свадьбу, вроде там все по-другому, просто жена стриптизерша, как бы, поэтому, все свои, нет, это было именно на мальчишник, они прям решили, вот такой, как бы, себе классический мальчишник устроить, никто до этого, конечно, особо нигде не был, ну, там по барам, понятно, ходят, но стриптиз-бар это немножко другое, либо это место, где из себя тупо довольно устал, и не слишком с большим энтузиазмом женщины просто пытаются вытянуть деньги, я с их вот и рассказываю, да, вот им, короче, не понравилось, они были как-то даже напуганы немножко, потому что они вот не так это все представляли, и, по сути, получается, что вот ниша так не занята, но при этом ты, вряд ли я смогу сделать хороший стриптиз-бар, потому что, во-первых, там наверняка какая-нибудь мафия, просто так ты не можешь, начать это делать, ну, а во-вторых, что я вообще в этом понимаю? Я вот, кстати, я на бурлеск хожу все время, а в стриптизе я так и не был в баре, считаю, настоящего ни разу, ну, потому что это очень отличается сильно. Ну, вот в Москве, может быть, есть, но вот они, почему, они пошли нормально, не какую-то там, значит, и у них просто была история, что они зашли, их там, значит, шесть или восемь человек, они там сели, и они довольно быстро ушли, ну, потому что они поняли, что это вот вообще не тот формат, который, значит, им там... Не как в фильмах показывают. Вот, что это не как в фильмах, а я бы, естественно, сделала бы как в фильмах, хотя не уверена, что это тогда рабочий вариант. И охранник, который их пускал, он, соответственно, с ними попрощался и говорит, ну, знаете, ребят, я был уверен, что вы не сильно долго продержитесь, потому что вот вы явно от этого ожидали. Ну, и публика другая, наверное. Может быть, мы то поколение, которое уже к этому, да, вот как-то по-другому относится, может еще чего, но смысл в том, что они вообще не получили не то, что они хотели. Вот, поэтому ниша есть, но вот как ее операционно сделать, хорошо, непонятно, ведь ты же должен быть еще за права работников, да, то есть где ты найдешь этих прекрасных женщин, они же все должны быть еще счастливы. Ну, надо бурлеск делать. Грустная танцующая женщина, как бы, это печально, все сразу начнут тебя подозревать в том, что ты эксплуататор там и так далее. да, да. Какие у них должны быть зарплаты, какие у них должны быть условия, да, там, где они будут с ним смывать себя эти блестки, ну, то есть это же все надо дальше, ты же хочешь, чтобы все было хорошо у человека на работе, чтобы он был счастлив, когда он там свой номер ставит, да, и чтобы они проявляли инициативу. У нас же все бармены и так далее, все же делают новые коктейли, мы же прямо вот приветствуем всякую движуху креативную. Да, у вас столько коктейлей крутых, всяких необычных. Но мы как бы в том числе коктейль-бар, то есть мы в первую очередь бар, но у нас как бы вкусно, то есть мы настроены на там пиво-коктейли, но закуски тоже крутые, поэтому мы-то как-то разрослись. Слушай, у меня ведь вообще подкаст называется «Вдохновение», и оригинали я его планировал, как звать всяких интересных людей и спрашивать их не просто, типа, про все, знаешь, как вот обычный подкаст, а чем вдохновляешься, ну, в очень широком смысле, то есть, что на тебя повлияло с самого раннего детства и вот до сейчас, из всего-всего-всего. И вот первый у меня «Оптимистер» был, мы с ним попытались, но мы с ним на 90-х застряли как-то. Он просто такой фанат этого. Ну, потому что он сейчас с этим живет. Да, и он такой, все, мы вспоминали, там книжки какие-то старые я притащил, там, короче, все-все-все про 90-е было. Но вообще, задумка такая была, что и книги, и комиксы, и фильмы, вот все-все-все, что ты с детства помнишь, как оно тебя, как оно на тебя повлияло, как оно тебя сделало, почему ты комикс, когда ты вот комиксами увлеклась, какие первые твои комиксы были? Вот это все. Ну, я думаю, что сейчас, конечно, я не думаю, я знаю, что сейчас родители это отрицают, но вообще-то, конечно, они виноваты, всегда во всем виноваты родители, несмотря ни на что. Хотя психолог так сказал. Ну, как бы да, но, в общем-то, ты приходишь к этой мысли, если ты немножко подумаешь, да, вот как бы, а как так вышло, все равно ребенок сам себе много чего в детстве позволить не может, даже, наверное, ничего не может. Ну да. Все, что ему позволяет, определяется его родителям. Поэтому, когда в свое время родители показывали мне там Бэтмена, Тима Бертона, или купили мне Бамси комикс, а потом там Вич, а потом, соответственно, другие комиксы и так далее, это все от них. Слушай, Бамси помню. Бамси вообще отличный. Бэтмен на меня произвел дикое впечатление, я таким сразу стал фанатом Тима Бертона. Ну вот, меня родители на самом деле никогда не закрывали ни от какой информации. То есть, это, видимо, просто была какая-то такая вера в мой собственный мозг или что-то, то есть, я выросла абсолютно нормальным человеком. Я расшла на ужастиках. Слушай, да, вот я тоже. Я расшла на вот этих всех вещах, которые сейчас, типа, ой, 18+, там это, господи, мы смотрели эти фильмы. Да, ты замазал непонятно, что у человека во рту. ты считаешь, что так лучше. Да, я помню, меня оставляли там, и кошмар на вот себя зашел по телеку. Да, совершенно спокойно. Ну вот, и верой как-то в детей было, ну, по крайней мере, вот у моих родителей было вообще немерено. А не было, может быть, такое просто, это я сейчас не про твоих, а вообще в целом, что, может быть, родителям в 90-е в целом не до чего было, не до детей в том числе, и как бы, типа... Может быть, просто у меня родители переехали достаточно рано за границу, это, понятно, тоже дало некоторые возможности, потому что у меня были вещи и контент, будем сейчас говорить, до которого в России не было, то есть... Азиат, ты родилась в Питере? Я родилась в Питере, да, как бы, и, собственно, там и есть, где родился, там и пригодился, но просто папа профессиональный волейболист, он его пригласили в иностранный клуб, он, естественно, поехал, мама поехала с ним, но вот, и они слали деньги, слали вещи, то есть, а ты в Питере осталась? А я осталась, да, то есть, меня у меня бабушка с дедушкой царством небесное воспитали просто полностью, то есть, в принципе, у меня не было никаких, скажем так, ограничений в плане интеллектуального общения, все, плюс я очень усидчива, они никогда меня вот не ограничивали, то есть, я там хочу читать, вот я читаю, то, что я взяла, я читаю, но вот один-единственный раз не получилось мне преподнести книгу, папа очень хотел, чтобы я прочитала «Мастера Маргарита», он большой, прям тоже фанат Булгарова, но мне тогда было 13 лет, и он так, типа, на, а я открываю, такая, что это? Я прочитала, что-то 4 страницы, пап, нет, а потом я вернулась к этой книге сама, то есть, для нее надо дорасти, он просто мне, видимо, не по возрасту, как бы немножко предложил, или не по, не вовремя, ну вот, а так в основном, то есть, я все-все-все всегда получала, что, что я хотела, и никто мне не запрещал, там, читать, писать, что-то смотреть, то есть, у меня был огромный выбор, вот этих всяких, действительно, телепередач, всяких там шоу, плюс я это все смотрела в оригинале, на английском, когда там я приезжала к родителям, это тоже имело значение, у меня как бы хорошо с языками, но я такой типичный гуманитарий, вот, посчитать вряд ли что-то смогу, а вот, как бы, всякие креативные штуки, это вот, я думаю, как раз развелись тогда, и сколько я себя помню, я что-то пишу, сначала я писала сценарий мультика, который я только что посмотрела, я просто записывала все, что происходит, потому что мне вот нравилось как-то так фиксировать, потом я начала делать свое, вот, и уже не остановилась, по сути. Круто, надо же, ну, получается, все, что мы делаем, вообще-то настолько из детства, глубоко, ну, в смысле, сейчас ты тоже, можешь сказать, рецензии на фильмы пишешь, вот, ты посмотрела, или ты сейчас уже не пишешь, ты уже сейчас просто рассказываешь. Нет, почему, я, ну, то есть я выражаю мнение, так или иначе, да, и у меня понятно, что поход в кино, он в том числе для того, чтобы потом меня могут об этом спросить, и я должна буду как-то все-таки обоснованно выразить свое мнение, но я хотя бы это люблю, то есть я все равно делаю то, что я люблю. Не, я имею в виду, ты сценарий прямо пишешь и читаешь? Для кинослухов у меня сценарий есть, для расследования у меня сценарий есть, иначе это невозможно. А для таких разговорных? Для разговорных обычно нет, ну, то есть в зависимости, опять же, поэтому они разговорные и называются. Да, ну, может быть, я какие-то там тезисы себе выписываю, но очень часто это вот экспромт, потому что, как все заметили, поговорить я люблю. И, как-то, да, родители все пытались предложить все самое лучшее. привозили что-нибудь, комиксы какие-нибудь прикольные? Они, да, в том-то и дело, то есть тот же Бамси, его же тогда особо тоже не было, или вот это все, то есть это все было, во-первых, на странном языке, я просто помню, у меня было чуть, наверное, лет пять, мне привезли этот вот этот Бамси, я уж не помню, какой выпуск, я его увидела потом однажды на микро Комиконе, так, я думаю, взять, не взять, потом думаю, ну, а что-то произошло у меня там, вот, и я же мелкая совсем, и там вот меня поразил кролик, который друг Бамси, вот такой белый, такой белый пушистый, у него был такой объемно нарисованный розовый хвост, я сидела и пичала в этот хвост, потому что мелкая совсем, и все это картинки, потрясающие картинки, то есть единственное, что я прям совсем не умею, не умею, это вот рисовать, я предпочитаю думать, что если бы я еще умела рисовать, я бы, наверное, захватила мир, потому что тогда меня было бы вообще не остановить, то есть производство контента, Сколько всего у меня идей, у меня такие как бы образы в голове Почему я в прозу пошла, да? Потому что я на самом деле описать словами-то могу очень даже неплохо А вот нарисовать не могу И это единственное, что останавливает меня от того, чтобы еще что-то самой делать Да, я бы тогда вообще ни от кого не зависела, наверное А вот именно по супергероям и по всем этим темам Вот это пошло с фильмов То есть у меня фильмы появились раньше, чем комиксы И я думаю, что у многих так, да, потому что это тоже у нас не было доступно Особо, то есть Бэтмен, Человеки-пауки, вот эти все, да Это все-все-все, что падало и прямо автоматически интересовало То есть Бэтмен мне зашел, потому что я очень люблю вот эту мрачную атмосферу В любом случае Опять же, я говорю, родители меня от этого не ограждали У меня первый фильм, который я посмотрела Вот его сейчас хрен где найдешь, и я постоянно забываю, как он называется Он вообще в переводе, вот этом гнусавом каком-то, да, который тогда был Назывался Камень крови Там про то, как три девочки идут, значит, в пеший тур И заканчивают в вампирском замке И одну из них, вампир очень сильно, значит, к ней проникся И у него вот этот камень, который там, значит, его можно убить Вот только там, значит, этот камень что-то с ним сделав Дальше были дурацкие продолжения Но я была настолько под впечатлением от этой истории Что я прямо, у меня был лист бумаги, и маленькая Вика рисовала Вот дорога, вот кладбище, вот три девочки идут, а вот замок вампира Мама такая, да, хорошо, получается, звучит То есть не было такого, что, о господи, ты психологически не права, как бы, вот в такой истории Более того, мама меня вся даже защищала Потому что мне потом рассказали, что я когда вот рисовала Я рисовала очень мелко Я, в общем-то, брала, вот у меня был лист, а я вот рисовала там как-то вот мелко И кто-то попытался сказать, что вот, это ненормально Как же она так не занимает все пространство Вот, а мама такая Так, может, она миниатюрой потом будет заниматься Может, ей интересные маленькие мелкие детали Ну, то есть, как бы, никто не имеет права говорить про меня плохо, кроме моей собственной мамы Видите, у меня как бы строгие в любом случае То есть это не идеальный вариант То, что я сейчас рассказываю, это скорее просто такое осмысление того, что они сделали хорошо Вот, то, что они сделали не очень хорошо, это уже другая история Но с другой стороны, а как еще, наверное, они по-другому просто не могли То есть они все хотели как лучше Но вот, а бабушка и дедушка вообще мне ни в чем не ограничивают Вот абсолютно Мне исполнилось там 13 лет Дедушка перестал вообще просто что-либо мне указывать Он такой, типа, ну все, ты типа уже взрослый человек У тебя мозг есть? Ну, давай, решай Если тебе нужна моя помощь, типа, скажи И все, и сразу как-то стало нормально, да Класс Ну, то есть, фильмы были Потом Ну, ты пошла учиться Юридически, да, я так понимаю? Ну, да То есть, это было такое, наверное Срединное решение А почему не пошла на какой-нибудь, не знаю, литературу? Ну, не литературу, не знаю То есть я все еще гуманитарий Все еще книжки, чтение, болтовня Вот эта вся история была Но при этом, да, типа, профессия Понятно Ну, и ты во время института еще начала это делать? Ну, да То есть там все это уже начинало потихонечку-потихонечку Как-то так нарастать Я очень долго, правда, раскачивалась Я ходила кругами Я думала, надо ли это делать Как-то, да, вот само решение Открыть канал и все такое Ну, вот, да, то есть Это вот, видимо, какая-то такая штука Что я постоянно хочу делать, чего другие не делают Если есть возможность А, точно Ну, то есть появились первые мальчики и блогеры Про комикс или как? Да, мальчики про блогеры Значит, блогеры появились Они были достаточно компетентные И даже, можно считать, по тем меркам популярные А кто первый тогда? Ну, кто у нас У нас были Они до сих пор есть Таторио и Венди Которые дуэтом делали Целые марафоны обзоров комиксов Про Человека-паука Это была такая фигерия вообще Ну, как бы у всех свои задачи Рано или поздно для некоторых Ютуб просто отпадает Да, там есть То есть у них нету ничего сейчас много Ну, как бы я сейчас не знаю Чем именно они занимаются Периодически у них что-то происходит Я просто тоже вспомнил Да, мне предлагал тогда Ютуб Я даже был Или не был подписан А потом все Они пропали из поля зрения И как-то еще Да, и тогда было просто много активности То есть Нердскват Когда они объединялись там везде Всякое разное было То есть было круто Но вот девочек не было Я не пыталась куда-то там вклиниться Хотя всегда была за любую там Значит, движуху и коллаборацию Но вот я как бы сделала это вот С женской точки зрения Потому что сейчас уже чуть меньше Но я продолжаю сталкиваться с ситуацией Что типа вот А как же я так вот Девочка А мне вот нравится А это нормально вообще? Может я какая-то странная Что мне вот нравится Бэтмен Или Человек-паук И я вот сижу, читаю Может мне надо там, я не знаю Больше краситься Или делать бьюти-блог И я попыталась показать Что нормально Любить вообще все Все, что вы хотите любить Можно любить Нет никаких ограничений Меня это, кстати, подкупило тогда Очень Именно Это такая позиция Что девочки любят комиксы Что вот действительно Как-то было Очень сейчас Это более Ну, спокойно люди реагируют Но она вот Она оказалась мне абсолютно очевидной И чем больше я потом Когда я стала там встречаться Да, вот с людьми Там вот Которые смотрели Они говорили Типа Вика Вот так круто Спасибо тебе большое Я вот не знала Как бы Как мне дальше строить Свои отношения Со своим собственным интересом Да А теперь я понимаю Что я просто забью Все нормально Так, так можно И так далее Ну, конечно, так можно То есть Эта миссия Она у меня была Сейчас в ней Наверное, нет такой потребности Да, потому что я не Ну, уже все поверили В себя немножко Мне кажется, ты просто добилась Как бы, грубо говоря Своего Да, то есть Если я кого-то Там вдохновила Или решила Какого-то страха Да, перед своим интересом Они уже дальше Это пошли Понесли И уже распространили То есть это получается Я думаю, да Какая-то Очень такая Феминистический посыл У тебя вначале Был, можно сказать Ну, по сути, да То есть я не пыталась На это поставить ярлык Что здравствуйте Я феминистка Как бы, да И пытаться как-то Подстроить всю свою деятельность Под это Но, потому что Я до сих пор Нахожусь Очень часто В каком-то таком ситуации Когда с одной стороны Меня все осуждают И те и другие Или наоборот Все поддерживают И те и другие Я такая Ааа, что происходит Но сейчас мы вчера Об этом на сходке Просто говорили о том Как сейчас стало Немножко сложно Общаться В публичном пространстве Чтобы вот На эти темы На любые темы Потому что Мы вроде как Все еще В русскоязычном сегменте Образовался Достаточно уверенный В себе пласт Пользователей интернета Которые бы хотели Чтобы диск устроился Вот как в США Как в Европе А мы все еще в России И вот есть такая Вот Столкновение Да То есть есть люди Которые хотят Продолжать общаться Чуть более расслабленно Мне кажется процентов 80 не понимаю Это может быть В провинции Не особо Про это задумываются Особо Ну то есть Да я тоже ощущаю Что я-то просто Вообще в Америке жил И там У меня это впиталось Очень сильно Там как бы Хочешь не хочешь Очень ну прививаются Ну конечно да Но там это вот Уже просто реалии Я просто Когда в свое время Меня спросили Что типа вот Почему как ты думаешь Вот люди продолжают Упорствовать Вот не хотят там О душе О толерантности О каких-то таких Более высоких Важных темах Я говорю Понимаете Очень часто Не хотят люди Которым жать нечего Ну то есть Мы все еще находимся В ситуации Когда мы еще не решили Все наши проблемы Чтобы прийти на следующий уровень И начать Да Вот если есть Какая-то пирамида масла Да То как бы Чтобы прыгнуть вот сюда Надо сначала Вот начать удовлетворять Немножко другие базовые потребности А получается Что сейчас Это как раз и произошло Мы перескочили Вот этот срединный вариант У нас От полного отторжения Что типа Что за ерунда Нам это не нужно Образовались люди Которые вот сразу Хотят Вот в лучших традициях США И будут Ну то есть Вот Я тогда бы я вчера узнала Что меня оказывается За что-то Прошлой осенью За канцеля Или я даже не заметила Ну то есть Это видимо на мне Никак не отразилось Но представляешь Я не знала Я тоже не знала Мне случайно Я до сих пор не понимаю Что произошло И потому что я А из-за чего По какому поводу Ну это было из-за того Что я как бы Выразила сожаление Что не меня взяли Вести комикон онлайн Потому что я везде В каждой бочке затычка Я всегда хочу Мне же всегда мало Вот И все почему-то подумали Что я таким заявлением Что ну типа Как же так Меня не взяли Пытаюсь Там оскорбить девочку Которую взяли Хотя на самом деле Это было вообще не об этом И мы потом с этой Ну мы потом решили Этот вопрос Вот В принципе Там проговорили С кем кто хотел Это поговорить И так далее Но вот так так Это было Но опять же Я не почувствовала Что меня кто-то Заканцелил Но тот факт Что люди уже Осознанно пытаются Вот этот механизм В русской сегменте В русскоязычном сегменте Прям активно применять И требуют Чтобы Чтобы применяли Это вот Как-то вот Мы перескали Да Не было вот этого Срединного варианта Да Когда все сначала Узнали об этих принципах А потом решили Что их надо применять Так или так Вот для меня Это было очень резко В вещах При этом Очень классно Не хочу Не разводить Срач Не кого-то Обижать То есть я почему Всегда в шоке Когда кто-то Ну недоволен Да Потому что я такая Блин у меня даже Мысли не было Да То есть Иногда Я просто единственное Что я иногда Ну занимаю Такую позицию Что если мы все-таки Ощущаем какие-то Вот ощущения То мы должны Их как-то Проработать И проанализировать То есть Полностью Запретить себе Какие-то мысли Это можно Да Вот типа Все Мы об этом не говорим И не важно Что у тебя в голове Но куда На долгосрочную перспективу Мне кажется Куда полезнее Проанализировать И прийти Почему они Например Неправильные Или почему Можно почувствовать Себя по-другому Мне очень в этом плане Понравился Последний выпуск Драгрейс Австралийский Там он вышел Просто буквально На днях Сейчас австралийский Сезон первый идет Он называется Down Under И там Выяснилось Что одна Из королев В свое время Была Замешана В неком Каком-то Концертном номере Где она Делала Блэкфейс Это было Много лет назад Вот это Выяснилось И случилась Большая дискуссия Что вот Как бы Так делать нельзя И Значит Участник Извинялся И без Не в образе И в образе И была дискуссия И вот мне понравилось Как сказал Рупол Который Значит там Самый главный Естественно Лидер мнений И Было сказано Следующее Что можно Конечно Прямо здесь И сейчас Вот Заканцелить Этого участника Эту участницу Выгнать ее Все просто И Сделать Вот так Я бы Хотела Чтобы Это было Уроком Именно Самоанализа И Моментом Которым Над которым Можно подумать Тем более Что человек Все-таки Пришел к мысли Что так делать нельзя Поэтому Мне очень понравилось С одной стороны Это не автоматически Сейчас всех забаним Просто По стольку Поскольку Но есть люди Которые шансов Не дают И Это даже Не вопрос Сколько шансов Ты даешь Люди Вообще Никакого шанса Не дают И вот С этим Иногда Сложно Потому что Кажется Что проще Всего Поднять флаг И говорить О том Что Типа Сейчас Всех Забаним Нет Ну Как бы То есть Я не говорю Что они Ненормальные Но в плане Ну Допустим У меня Никогда Особо Не возникало Там Мысли Таких Но Что-нибудь Там Спародировать Кого Еще Но Понятно Что Они Как бы Другое Немножко Они Юмор Они Пытаются Немножко Как-то Раньше Юмор Да Да Пастри Стандарты Другие И Но Это Давно Было Сейчас Они Извиняются Там Плачут Отменяют И вообще Но я на самом деле Не про это Не про отмену Хотел А про Вот То что Про афроамериканцев Все в этой культуре Что Насколько Хорошо Что ты поднимаешь Эти темы Потому что Очень сложно В России Вообще Про это Говорить Потому что Это максимально Вот Вот это Максимально Мне кажется Не понимают Потому что Я хотел сказать Что феминизм Еще хоть как-то Ну Потому что Женщины в России Есть И И Их права В России Тоже есть То есть Я сталкиваюсь Чаще всего Что а почему Меня должно Волновать Что происходит С ущемлением Прав Темнокожего населения В США Если я в России У нас темнокожего населения Там нет Или они не жалуются Или еще что-то И вот это просто Вот поскольку Это не в моей Не в моем культурном поле Да По сути Вот они говорят Да Как бы Я вообще не понимаю Как я должен к этому Сочувствовать Ну они-то В Америке Делают эти фильмы Может не смотреть Фильмы тогда Ну получается Что для меня Это выглядит примерно так То есть Русский человек В России Хочет рассказать Американским режиссерам Как им делать Свои фильмы В Америке Ну для меня Это конечно Очень странно Ты если потребляешь Продукт Иностранного производства Ты должен принимать Определенные правила Но опять же Мне не нравится Говорить об этом Как вот о правилах Потому что я заметила Что еще многие Бесятся вот именно С этого Что теперь Это как бы Правило Это не какая-то Норма Или что-то Это вот правило Что ты должен Вот так сказать Вот так повести Вот так принести В случае чего Извинения Извинения И так далее То есть естественно Лучше бы это просто Было где-то на подкорке Изначально И это не было бы Обязаловкой Да Вот как сейчас пытаются Да Они через эти Как бы правила Американцы Все-таки Такие Немножко люди Вот им Надо их Чтоб научили Вот так вот Нельзя И они такие Ладно Вот так вот Нельзя Например Их научили Там геев Не оскорблять Или афроамериканцев А русских Например Не научили Не оскорблять И например Они поэтому Спокойным Даже сейчас Супер Вот эти Продвинутые Времена Могут Отвешивать Любые шутки Там могли Типа Ааа Водка Балалайка Там Ха-ха-ха Медведи Ой У вас там В России Наверное Все там На медведях Ездят И все такое И это нормально Потому что Их не научили Ну вот да То есть Поэтому как бы И эти В студии Или кто-то Пытаются Типа Учить Людей Как надо Вот Ну Может быть Доберутся И до нас Когда-нибудь Ну мы сами Должны Добраться До себя Да Потому что Вот если Да Ты смотрел Этот ролик Мне просто Очень понравилось Я сама Об этом Не думала Потом я Додумалась Что Никогда В жизни Это не было Проблемой Для России Что вот Многонациональная Страна Какой бы Какой бы Была Когда Были Советы И Как Сейчас Она Женщина Многонациональная Почему Это Вызывает Вообще Дискуссию Это же Для нас Абсолютная Норма Что мы Все Разные У нас Куча Республик Стран Каких-то Народов Вместе Живет Имеет Там По сути Один Паспорт И может Свободу Передвижения Там И так Дальше Для нас Становится Тоже Так Странно Мне кажется Именно Людей Бесит Что Это Американцы Навязывают Что-то Нам Да Но Это Тоже Как бы Печально Потому Что Давайте Сами Навяжем Нам Это Не Навязывают Нам Наоборот Говорят Что Сейчас У государства Совершенно Другое Направление Это Очень Тяжело Но Я Прям Вижу Как Вот Эта Политика Что Типа Ну Просто Скрепы Все Дела Я Понимаю Что Это Идет Американцы Нам То Что Надо Быть Добрее Или Еще Что То Люди Еще Такие Ну Ладно Типа Это Еще Может Куда Не Шло А То Что Как То Более Продвинутые Моральные Ценности Что Толерантнее Это Уже Не Лезет В общем Это Безумно Сложные Вопросы Я Понимаю Что Говорить Об этом Необходимо Но Я Понимаю Что Это Может Вызвать Абсолютно Диаметрально Противоположные Реакции Тебе Понравилось Ты Поблагодарил Хорошо Что Подняла Тему Там Под Видео Такие Комментарии Что Стремненько И Так В любой Теме Ты Скажешь Кто Порадуется А кто Может Нет И Дело Даже Не в том Что Хочется Всем Угодить А в том Что Ты Действительно Не Знаешь Чем Кончишься То О чем Ты Говоришь Но Не Говорить Тоже Нельзя То Что Во-первых У нас Есть Платформа И Это Очень Важно Использовать Эту Платформу А с Другой Стороны Это Вот Тот Рис Который Ты Принимаешь Просто Потому Что Ты Мож Кого Тоже Обидеть Просто Потому Что Ты Высказал Какую Точку Зрения А для Мне Это Самое Ужасное Я Настолько Не Конфликтный Человек Вот Скандальный Блогер Кто-то Со мной Скандалит Я никогда В жизни Никому Не Отвечаю Это Просто Высказываешь Сомнение Уже Скандальный Каждый Раз Я Хочу Забиться И Вот Так Вот Сидеть Потому Что Я На самом деле Очень Не Люблю Я Безумно Неконфликтная И Я Понимаю Что Просто Негатив Порождает Негатив А Вот Так Много Вокруг Так Много Поэтому Я Всегда Ну Надеюсь Что У меня Есть Табличка Не Хотела Никого Обидеть Но Это На самом Деле Вдвоение Круто Что Ты Все Равно Хоть И Боишься Избегаешь Конфликтов Но Все Ты Поднимаешь Эту Тему Важную Это Мне Кажется Они Важны Для Меня Они Важны Для Окружающих Так Или Иначе Если Я Может Кого Заставлю Задуматься Хотя Б Одного Человека За Переубедить Очень Трудно Но Вот Ходя Да Задуматься И Вот Так Если Выкладывать Такие Видосы Где Людям Объяснять По Чуть По Чуть На Каких Примерах То Меня Просто Еще Выписало Что На самом Деле Этот Слух Абсолютная Неправда Там По существу Вопроса Вообще Не Слух Что Белых Не Будут Что Все Больше Никогда В жизни Не Будет У Марвел В принципе Не Об Объяснять Очень Надо Потому Что Это Чистый Фейк Это Даже Не Какой То Слух Или Что Чистый Фейк И Есть Куча Информации Вокруг Этого То Естественно Надо Брать И Ликбез Проводить Хотя Просто Потому Что Это Неправда Ну Да Короче Мы Объяснить В двух Словах Людям Кто Моих Ну Понятно Что В основном Твои Зрители Будут Смотреть Но Кто Допустим Если Кто Левый Пришел Что Почему Марвел И Дисней И прочие Студии В них Много Очень Недостатков В этих Студиях Как бы Это Отдельная Тема Но В целом Почему Они Хотят Больше И Вообще Почему В Америке Такая Сейчас Позиция После Black Lives Matter После Всего Что Этот Маятник Очень Качался Долго В одну Сторону Где Черных Очень Сильно Ущемляли И Реально В Америке Расизм Вот я С 2015 В 2020 Жил В Лос-Анджелесе И Очень Сильно Ощущал Хотя Я вообще Не тот Человек Который Все Замечает На свете Не Настолько Чуткий Но Прямо Этот Расизм Он Заметен И Он Существует Только Там Черные Только Охранники Или Кассиры Или Еще Во всем Лос-Анджелесе В студиях В Марвеле В Диснее Никто Черный Не работает Вообще Только На проходах Спрашивают Там Пропуски Ну Так Например В анимации С женщинами Такая же Штука Они Хотят Там Есть компания Women for animation Или что-то такое Они хотят К 2025 Что-ли Году Чтобы В анимации Работало Хотя бы 50% Женщин То есть Например В анимации Не только Там про черных Вообще Речь не идет Там даже Женщин Мало Потому что Хотя казалось бы Да Талант рисования Вообще Столько прекрасных Женщин Художниц Хотя бы даже Просто Вот я знаю Персонально Ну Такая бы Анимация Вообще Конечно Любой человек Может Ну Не любой человек Это просто Нужно научиться И талант У всех Ну Как бы И у женщин И у мужчин Одинаково Абсолютно Не связано Вот Ну и вот С черными Также Им Очень трудно Устроиться Ну то есть Есть там Фильмы Какие-то На нетфликсе Еще что-то Что Им не даются Кредиты Дома В Брать Дома В белых районах Например То есть Даже если Сегрегация По сути Никуда не делаешь Да Да Все это Есть И И Это Как бы Печально И поэтому Когда это Все началось И Black Life's Matter И прочее Я тоже Довольно Сильно поддерживал Потому что Это реально Видно И я даже Ходил Один раз На митинги Где черные Выступали И это было Супер мирно Это не были Погромы Или еще Что-то То есть Погромы Были В Лос-Анджелес Но они Все были Отдельно Вот А в целом Это было Все очень Мирно И хорошо И люди Просто Рассказывали И было В основном Белые На этих Митингах Где черные Им рассказывали Что реально Существует Проблема Нам Там Любого Черного Девочку Там Какую-нибудь Которая Едет в институт На машине Ее останавливают Десять раз По пути Полиция Типа Проверить Не нарушила ли Она Какой-то закон А белых Ни разу Не останавливают Меня Иностранца Которого Можно было бы Ну как бы Тоже спокойно Если бы я Как-то выглядел По-другому Нам просто повезло Что у нас Как бы Такого Вот такого нет То есть у нас Куча других проблем И с ними тоже Естественно Надо работать Но Это Это просто Общечеловеческое Понимание Надо как бы Вот кстати Вышел На ютубе Недавно Ролик Пети Плосков Про мигрантов Сделал Такой большой фильм И интервью Взял Про У многих Мигрантов Кто там С мигрантами В США Я так понимаю Тоже проблема Отдельная По тому Что говорят Ну Он про Россию Сделал Я имею ввиду Что эта проблема В Европе Я знаю Тоже есть Что вот Есть дискриминация Есть Ну короче В общем Это Тема важная И Нужно Их тебе Респект И уважуха Я просто надеюсь Что у меня получается Потому что я говорю Каждый раз Когда идет эта дискуссия Неизбежно Ты Все Кто в ней участвует Рискуют Либо что-то не то сказать Либо как-то неправильно Выразить свои мысли Я всегда это очень Обстараюсь Потому что я говорю Как раз смысл То в том Что Что у нас нет Сейчас необходимости Закрываться И говорить Что вот Вот мы такие А другие Вот не такие Поэтому никаких у нас Ничего общего у нас нет Кроме того Что мы фильмы будем смотреть Да И все Мир он на самом деле один И мы можем завтра Оказаться в другой стране И быть подвергнуты Любым правилам Таким же Да Но такие же условия Там и там И у нас В обратную сторону Все будут Относиться К друг другу Просто хорошо Вот мне кажется Что нужно Ну чего На чем нужно работать Ну для тех Кто например Сильно идет В отрицание Хотелось бы дать совет Что хотя бы просто Чуть-чуть менее Остро реагировать И там С чуть меньшей злобой Не писать там Какие-то злобные комментарии Потому что Если хотя бы Вот эту планку В себе чуть-чуть понизить Злость Или отрицание То уже может быть Потихоньку Ты чуть-чуть больше Поймешь И постепенно Ну да Да Конечно Это мне кажется Самое важное Потому что Ну типа Окей Может все имеют право На свое мнение Но Тогда лучше Вообще Просто у меня ощущение Когда я читаю Тоже эти комментарии И прочее У меня ощущение Иногда Что люди просто Вот так вот Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня Ничего не хочу знать Да Вот Ты им приводишь Аргументы И вот собственно По тем видео О котором мы сейчас говорим Там на самом деле Тоже примерно так То есть у меня там Десять минут Объяснений Вещей А в итоге Он просто повторяет Тот слух Который Ну То есть человек Либо не смотрел Либо еще хуже Смотрел Но не понял Или не захотел понять То есть это вот Да В общем Ну да Классно Всем добра Давайте Всем Мне кажется Ну что Спасибо наверное Будем заканчивать Потихонечку Как ты думаешь Или тебе что Не хочешь Нет Я у меня Я говорю Я люблю Люблю говорить Я могу говорить Я не знаю Что-то я Кому это будет интересно Я Так Поспрашивал Чем не было Интересно Не ну Основные моменты Это как бы все Мы рассказали Если что Я приеду еще И мы сделаем второй рал Да Да Сегодня утром Утром ты приехал Я вообще Спал Ну не спал еще Я такой Лежал Я себе завел будильник Знал что ты рано приедешь На самом деле Мне сейчас башка Супер плохо варит Ты так и не скажешь Все хорошо Не Я такой сижу Такое Утро Тяжело А я просто плохо сплю Не дома Я и так-то плохо сплю Потому что светло И вообще Я что-то встала Думаю Ну сейчас Похожу из угла в угол Потом думаю Поеду я уже Чего Ну Ты спишь мало Ты все пишешь Вечером Мне такая Я приеду завтра В 10 утра В 2 часа ночи Такая Я такой Ну мы только освободились К тому моменту У меня движуха Да Самое Ну в общем да Но все равно Я думаю Прикольно Пэк говорили Мне очень понравилось Ты много интересно Рассказала вещей О которых я не знал Про детство Про родителей И про Всякое такое Спасибо тебе Ладно Спасибо вам Если вы досмотрели Вы герой Подписка Я не знаю Куда ты это выкладываешь Я это не говорю Ничего На ютуб На ютуб Все Лайк Подписка Шер Алишер Все хорошо Человек знает Все как надо Я ни разу не сказал За 11 выпусков Подкаст Ладно Спасибо Будет ли больше лайков Сравнись Честно Из интересов Да Хорошо И тебе отчитаюсь Потом Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому